Здравствуйте, товарищи приморские марксисты и сочувствующие! Здравствуйте, сегодня вашему вниманию мы хотим предложить работу Владимира Ильича Ленина «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». В принципе, это, скорее всего, можно назвать, видимо, не работой даже, а документом, поскольку это была декларация. Но прежде чем перейти к самотексту этой декларации, хочу краткую историческую справку, почему она возникла и когда она возникла. Дело в том, что эта декларация была написана специально к открытию учредительного собрания в январе 1918 года, в самом начале этого января. Почему? Потому что за учредительное собрание, вы помните из истории, что после февральской революции, когда к власти пришло, к управлению пришло временное правительство, это временное правительство в своей декларации объявило уже 2 марта, сразу после создания этого временного правительства, выборы в это учредительное собрание, то есть то, как бы парламент, который предполагалось создать в России после вот этой февральской революции. И выборы первоначально, согласно этой декларации, были назначены на 17 сентября 1917 года. Вот, но затем, в связи с рядом происшедших событий, временное правительство отложило созыв, ну в общем-то, этого учредительного собрания, оно видимо не очень ему было нужно, это учредительное собрание временного правительства, и объявило об отсрочке выборов до 12 ноября 1917 года. А вы знаете, что уже 25 октября произошла Октябрьская революция, к власти пришли советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, но тем не менее, все-таки эти выборы состоялись, состоялись, советская власть не стала препятствовать ни выборам, ни созыву этого учредительного собрания, и учредительное собрание было открыто советским правительством 5 января 1918 года в Петрограде, тогда он еще Петроград, конечно, назывался. Значит, получилось так, что поскольку учредительное собрание, это в основном избиралось по спискам там и так далее, при агитации еще при буржуазном правительстве, то большинство в нем составляли СССР и меньшевики, подавляющее большинство. И в связи с тем, что поскольку они были далеки от признания диктатуры пролетариата, эти депутаты, которые были избраны в это учредительное собрание, то, естественно, нужно было как-то согласовать это с советской властью, что же делать, как быть с этим учредительным собранием. И вот к этому моменту, к открытию, и была написана Владимиром Ильичем, это декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, которая уже на заседании 5 января была вынесена на учредительное собрание, эта декларация. Но перед этим, 3 января, на заседании в ЦИК, эта декларация была обсуждена советским правительством, и с некоторыми поправками, с незначительными, можно сказать, она была принята, и затем предложена на обсуждение этому учредительному собранию. Но поскольку там большинство эсеровское и меньшевистское, конечно, как сейчас мы с вами будем знакомиться с текстом, оно очень не понравилось, не понравилась эта декларация эсерам и меньшевикам, и они категорически отказались обсуждать эту декларацию, и поскольку это собрание отказалось обсудить декларацию, а также подтвердить декреты второго съезда советов, на котором были приняты декреты о мире, о земле и о переходе власти к советам, то по решению в ЦИК это учредительное собрание уже 6 января, на следующий день после вот этого созыва, было распущено, было распущено. И вот теперь давайте перейдем именно к рассмотрению декларации. Сама декларация, написанная Владимир Владимирович, состоит из 4 частей. И в первой части говорится, учредительное собрание постановляет, сразу без лишних слов, постановляющую часть. Первое. Россия объявляется республикой советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим советам. Вот такой сразу пункт. Первая часть. Второй пункт. Советская Российская Республика учреждается на основе Свободного Союза Свободных Наций как Федерация Советских Национальных Республик. Это вот первая часть. Вторая часть. В ней сказано, что ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, полное устранение деления общества на классы, беспощадное подавление сопротивления эксплуататоров, установление социалистической организации общества и победу социализма во всех странах, учредительное собрание постановляет далее. И опять пункты, которые были предложены на рассмотрение этого учредительного собрания. Первый пункт. Частная собственность на землю отменяется. Вся земля со всеми постройками, инвентарем и прочими принадлежностями сельскохозяйственного производства объявляется достоянием всего трудящегося народа. Вот такой пункт. Второй. Подтверждается советский закон о рабочем контроле и о высшем совете народного хозяйства в целях обеспечения власти трудящегося народа над эксплуататорами и как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, рудников, железных дорог и прочих средств производства и транспорта в собственность рабоче-крестьянского государства. Это вот второй. Третий пункт. Подтверждается переход всех банков в собственность рабоче-крестьянского государства как одно из условий освобождения трудящихся масс из-под иго капитала. Четвертый пункт. В целях уничтожения паразитических слоев общества вводится всеобщая трудовая повинность. И пятый пункт. В интересах обеспечения всей полноты власти за трудящимися массами и устранение всякой возможности восстановления власти эксплуататоров, декретируется вооружение трудящихся, образование социалистической красной армии рабочих и крестьян и полное разоружение имущих классов. Ну, я думаю, что этот второй раздел явно не должен был понравиться представителям СР мелкобуржуазных классов. И не только. Там и кадеты присутствовали на этом учредительном собрании среди делегатов. Ну и, конечно, подавляющее большинство это были СР, правые причем. Это вот что касается второго раздела. Какие пункты были выдвинуты на утверждение учредительного собрания. Третий раздел. В нем Владимир Ильич и, в общем-то, и в ЦИК утвердил, предлагал следующее. Первое. Выражая непреклонную решимость вырвать человечество из коптей финансового капитала и империализма, заливших землю кровью в настоящий преступнейший из всех войн. То есть война шла, еще не закончилась Первая мировая. Учредительное собрание всецело присоединяется к проводимой советской властью политике разрыва тайных договоров, организации самого широкого братания с рабочими и крестьянами, воюющих ныне между собой армий и достижения, во что бы то ни стало, революционными мерами демократического мира между народами без аннексии и без контрибуции на основе свободного самоопределения наций. То есть прекращение войны и немедленно утверждение мира. Вот этот пункт предлагал. Второй пункт в этом третьем разделе. В тех же целях учредительное собрание настаивает на полном разрыве с варварской политикой буржуазной цивилизации, строившей благосостояние эксплуататоров в немногих избранных нациях на порабощении сотен миллионов трудящегося населения в Азии, в колониях вообще и в малых странах. Учредительное собрание приветствует политику Совета народных комиссаров, провозгласившего полную независимость Финляндии, начавшего вывод войск из Персии, объявившего свободу самоопределения Армении. Ну вы помните, что вот что касается Финляндии, то независимость Финляндии еще была объявлена при временном правительстве, но советская власть подтвердила это. Это что касается, значит, второго пункта. Третий пункт этого третьего раздела. Как первый удар международному банковому финансовому капиталу Учредительное собрание рассматривает советский закон об аннулировании, уничтожении займов заключенных правительствами царя, помещиков и буржуазии, выражая уверенность, что советская власть пойдет твердо по этому пути вплоть до полной победы международного рабочего восстания против иго-капитала. То есть, аннулирование всех займов, которые царское правительство, а после еще и временное правительство успело набрать. Вы помните, потом очень долго Антанта, особенно и некоторые другие государства, пытались советскую власть заставить вернуть долги. Но вы помните, что в результате нескольких конференций, в том числе Генуэзской, там Лозанской, удалось отстоять эту позицию, что никаких долгов возвращать не будут, потому что это Антанта и другие государства нанесли еще больший ущерб, чем задолжало царское правительство советской власти. Ну и по другим причинам. Это что касается третьего раздела. Ну и четвертый раздел этой декларации. Тоже не очень, видимо, вызвал радостные ощущения у представителей буржуазии. В нем сказано, будучи выбрана на основании партийных списков, составленных до Октябрьской революции, когда народ не мог еще всей массой восстать против эксплуататоров, не знал всей силы их сопротивления, при отстаивании ими своих классовых привилегий, не взялся еще практически за созидание социалистического общества. Учредительное собрание считало бы в корне неправильным, даже с формальной точки зрения, противопоставлять себя советской власти. То есть здесь призыв, что учредительное собрание не должно противопоставить себя советской власти, которая уже существовала с 25 октября. И далее в декларации сказано, по существу же учредительное собрание полагает, что теперь, в момент последней борьбы народа с его эксплуататорами, эксплуататорам не может быть места ни в одном из органов власти. Власть должна принадлежать целиком и исключительно трудящимся массам и их полномочному представительству Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. То есть признать должно учредительное собрание власть Советов. И далее, поддерживая советскую власть и декреты Совета народных комиссаров, учредительное собрание считает, что его задачи исчерпываются установлением коренных оснований социалистического переустройства общества. Вместе с тем, стремясь создать действительно свободный и добровольный, а следовательно, тем более тесный и прочный союз трудящихся классов всех наций России, учредительное собрание ограничивает свою задачу установлением коренных начал Федерации Советских Республик России, предоставляя рабочим и крестьянам каждой нации принять самостоятельное решение на своем собственном полномочном Советском Съезде, желая ли они и на каких основаниях участвовать в федеральном правительстве и в остальных федеральных советских учреждениях. То есть призывали в учредительное собрание признать, что сами трудящиеся всех наций, всех республик России должны принять решение участвовать им в федеральном собрании или в федеральном правительстве или нет. Вот таково содержание этой декларации прав трудящегося эксплуатирования народа. Ну, естественно, представителям буржуазии оно настолько не понравилось, что они отказались даже обсуждать, не только признать эту декларацию. Естественно, значит, эта декларация уже еще перед выносом ее на обсуждение вот сюда на учредительное собрание еще 4 числа накануне уже была опубликована в газете «Правда» 4 января, накануне как раз созыва учредительного собрания с тем, чтобы, ну, как бы трудящиеся знали, что же будет. Ну, и поскольку отказались обсуждать и признавать декреты советской власти это учредительное собрание, то большевики в тот же день покинули это собрание. Ну, и естественно, в ЦИК на следующий день приняло решение о распуске. Ну, и о распуске этого учредительного собрания, что смысла нет, что оно не отвечает коренным интересам рабочего класса и будет только мешать строительству социалистического общества. Естественно, нужно было тоже документально это оформить, и в результате был написан ну, был создан декрет о распуске учредительного собрания. Проект этого декрета также был написан Владимиром Ильичем Лениным. И вот поскольку, ну, он потом, конечно, тоже обсуждался на заседании в ЦИК, ну, поскольку это основная, как бы, работа легла на Владимир Ильича Лениным Создании, я хочу привести, вот, как бы, выдержки из этого декрета о распуске. Как обосновано было в этом декрете, в этом проекте, именно проект, который написал Владимир Ильич, почему распускается учредительное собрание. Вот в этом проекте, который был написан 6 января, на следующий день, после того, как было закрыто заседание учредительного собрания, и этот проект был напечатан на следующий день, 7 января, в газете «Известия». Вот, в частности, я его полностью не буду, но, в частности, некоторые выдержки из этого проекта. Начинает Владимир Ильич такой мысли. Российская революция с самого начала своего выдвинула советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, как массовую организацию всех трудящихся и эксплуатируемых классов, единственно способную руководить борьбою этих классов за их полное политическое и экономическое освобождение. Учредительное собрание, выбранное по спискам, составленным до Октябрьской революции, явилось выражением старого соотношения политических сил, когда у власти были соглашатели и кадеты. Народ не мог тогда, голосуя за кандидатов партии эсеров, делать выборы между правыми эсерами, сторонниками буржуазии и левыми сторонниками социализма. Таким образом, это учредительное собрание, которое должно было явиться венцом буржуазной парламентарной республики, не могло не встать поперек пути Октябрьской революции и советской власти. Октябрьская революция, дав власть советам, и через советы трудящимся и эксплуатируемым классам вызвала отчаянное сопротивление эксплуататоров и в подавлении этого сопротивления вполне обнаружила себя как начало социалистической революции. Трудящимся классам пришлось убедиться на опыте, что старый буржуазный парламентаризм пережил себя, что он совершенно несовместим с задачами осуществления социализма, что не общенациональное, а только классовое учреждение в состоянии победить сопротивление имущих классов и заложить основы социалистического общества. Всякий отказ от полноты власти советов, от завоеванной народом советской республики в пользу буржуазного парламентаризма и учредительного собрания был бы теперь шагом назад и крахом всей октябрьской рабочей христианской революции. То есть дает полный анализ того, что учредительное собрание уже контрреволюционно и оно будет только вредить установлению власти трудящихся. И далее сказано собравшееся 5 января учредительное собрание дало в силу изложенных выше обстоятельств большинство партий правых эсеров естественно эта партия отказалась принять к обсуждению совершенно точное ясное не допускавшие никаких кривотолков предложения верховного органа советской власти признать программу советской власти признать декларацию прав трудящихся эксплуатируемого народа признать октябрьскую революцию и советскую власть. Тем самым учредительное собрание разорвало всякую связь между собой и советской республикой россии. Уход с такого учредительного собрания фракции большевиков и левых эсеров которые составляют сейчас заведомо громадное большинство в советах и пользуются доверием рабочих и большинства крестьян был неизбежен. Ясно что оставшаяся часть учредительного собрания могла бы в силу этого играть роль только прикрытие борьбы контрреволюционеров за свержение советской власти. Поэтому центральный исполнительный комитет постановляет учредительное собрание распускается. Вот такой заключительной фразы что собрание распускается и заканчивает свой проект Владимир Ильич Ленин. Вот пожалуйста то что я хотел до вас сегодня довести что может какие-то есть вопросы что-то надо уточнить пожалуйста Так мы сейчас спросим может кто-нибудь в интернете хочет что-то уточнить да пока говорят что то что мы прочитали это база я бы на самом деле даже согласился по факту мы видим картинку когда учредительное собрание изображает из себя страуса который в углу песок ничего не видит заветы как раз как реалисты в отличие от реалистов в учредительном собрании делают не то что считается нужным правильным а делают то что фактически соответствует действительности происходящее вокруг декларация независимости народов извините уже Украина отъехала Финляндия отъехала еще до этих сам и Армения все при временном правительстве да да то есть собственно процессы уже во всю во всю ушли разгорались и не признать этого было практически невозможно это означало только еще больше граждан в декларации сказано что при добровольном согласии только можно создать федерацию об этом говорится ну и везде во всех документах партийных и советских об этом говорилось ну и в последующем так и было сделано тоже касается допустим того же вопроса по поводу земли по факту крестьяне давно уже захватывали земли выгоняли помещиков распахивали их земли вплоть до того что даже разграбляли но особенность такая что советская власть провозгласила что земля это так принадлежит государству частным лицам земля не продается она передается в пользование крестьянам да передается но она принадлежит государству в отличие от буржуазных государств катаклистических где можно покупать землю частное пользование это вот отличие советской власти по отношению к вопросам крестьянства и земли Тут же скорее проблема не в том, что можно землю купить или продать. Проблема в том, что владелец земли может за ее аренду драть деньги или не давать ее. Ну, это все связано с эксплуатацией, конечно, да. Собственно, вопрос-то не только в собственности, сколько... Присвоение чужого труда, как говорится. И в этом и есть суть эксплуатации. Опять же, третий пункт по поводу войны. Ну, война по факту уже заканчивалась. Войска разбегались с фронтами. Нет, тут еще в январе в начале... Еще об этом речь не шла. Немцы еще потом, помнишь, в шеврале марте, вот как наступали на Восточном фронте. По факту было очевидно, что все ссылись и... Я бы не сказал, что тут было все очевидно. Нет, еще. Это все стало очевидно уже потом, лет к осени. Тут, конечно, была очевидна усталость. Усталость, да, очевидно. Поэтому факты братания уже были, конечно, да, на фронтах. Нет, братания там были. Заканчивание русского ресурса. Потому что, да, ни успехов, ничего больше уже не предвиделось, а фронт потихоньку уже вовсю сыпался. Признаки такие уже были, да. Усталость, да. Усталость это уже... Но, опять же, это не желание большевиков, это не идеализм, это чисто материальное положение. И в текущей ситуации надо было что-то делать. И, как тоже учитель и дебильное собрание, просто отказаться обсуждать эти вопросы. Ну, ты можешь, конечно, отказаться обсуждать там проблему, что у тебя какая-то болячка нехорошая, и делать вид, что ее нет. Но болячка-то придется, потому что... Ну, дело в том, что все это большинство правых эсеров, оно стояло за продолжением войны. Ведь Керенский как раз, как председатель временного правительства, он тоже состоял в партии эсеров. Так что... И правительство Вейшинспрессы представляло эсеров и кадетов, и все они мечтали продолжить войну. На тех условиях... Не видели еще и очевидного. Ресурсы для продолжения войны были исчерпаны. Тут можно, конечно, чисто с исторической точки зрения посмотреть на Италию, которая тоже в войне участвовала. Но, фактически, на фронте никаких побед не добилось, и по факту окончания войны ничего не получилось. Ну, почему? Кое-что получило. Когда раздел шел побежденных, да... И контрибуции, да, да, да... Нет, Италия тоже получила. Очень мало получила. Меньше, значительно меньше. Италия в таком эмоции соединенной войне, почему? Потому что посчитала, что она получила недостаточно. Но больше всех выиграли от этой войны Соединенные Штаты. Да. Хотя они практически только уже на заключительном этапе вроде как вошли в Антанту. Но они как бы выиграли то, что получили громаднейшие прибыли по сравнению со всеми другими европейскими государствами. Просто, опять же, возвращаясь к началу обсуждения, ну, вариантов-то два. Ты, если занимаешься политикой, ты должен быть или реалистом, или идеалистом. Вот идеалисты будут там рассказывать про какой-то там патриотизм, рассуждать про еще какие-нибудь вещи несуществующие. А по факту есть конкретная существующая экономическая ситуация, и от нее надо шагать. И не удумать, не отказываться от обсуждения, что тебе надо, не надо. А исходить из той ситуации, которая сложилась, и какие из нее есть выходы. Ну, наверное, так.